Владимир Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Поводом для нашего интервью послужило то, что в эти дни исполняется ровно год, как вы были назначены губернатором Тульской области. Еще летом прошлого года вы были депутатом, который проработал два созыва подряд в Государственной Думе и одним из самых богатых людей в России. Вы входите в список Форбс. Но события развивались настолько стремительно прошлым летом, что вам пришлось в одночасье поменять практически все. Работу, место жительства, команду и, насколько я понимаю, даже некоторые привычки. Насколько вы себя сейчас, год спустя, чувствуете, что называется, в своей тарелке в Тульской области? И удалось ли за этот год вам стать своим для туляков или прошло еще не так много времени? Вы знаете, уверенность появляется с каждым днем все больше и больше. И та работа, которой я занимаюсь, она приносит мне удовлетворение. Это действительно так. Что касается работы губернатора, безусловно, у меня был опыт административного экономического управления, когда я работал в бизнесе. У меня был опыт общественно-политической работы, когда я работал на Государственной Думе. И вот этот опыт, он, конечно, помогает мне очень сильно в работе губернатором, потому что работа губернатора – это общественно-политическая работа, это административная работа, и это знание экономики. И это умение принимать решения. Но и самое главное, это умение общаться с людьми. Поэтому, конечно, опыт Государственной Думы, он в этом смысле мне незаменим. Если вы помните, я избирался в Государственную Думу первый раз как депутат-одномандатник, представлял южный и юго-западный округа города Героя Москвы. Поэтому всегда не терял, что называется, контакта со своими избирателями, со своими жителями. И это мне очень сильно помогло. Но вы себя сейчас в Туле, в Тульской области, чувствуете как дома? Или все-таки для вас такое рабочее место, куда вы приезжаете и проводите очень много времени? Нет, более чем. Я даже себя, наверное, скажу так, что я себя чувствую гораздо больше, чем многие тулики, которые родились, выросли в Туле и сегодня работают в других местах. Для меня Тульская область сегодня это мой дом, где я провожу практически все время. И честно скажу, что мне комфортно находиться в области. За Тульской областью закрепилось такое название, как депрессивный регион. Ну действительно, в общем, за что ни возьмись, дороги, программы газификации, здравоохранение, ЖКХ, в общем, все те сферы, которые важны для простых людей, в общем, непонятно с чего начинать. Потому что везде все плохо. С чего начали вы? Семь направлений, которыми мы занимаемся в первоочередном порядке. Это поддержка многодетных семей и поддержка материнства и детства. Это все социальные направления развития. Это и здравоохранение, и образование. В том числе, конечно же, дороги. Это и сельское хозяйство. И газификация села. Потому что в целом у нас область газифицирована, в целом, когда посмотришь, вроде бы неплохой процент газификации. Но сельская местность, конечно, газифицирована всего на 50%. Поэтому есть чем заниматься. Вот в этом году мы будем газифицировать 39 населенных пунктов, что, в общем-то, для области существенный прорыв. Когда приходит газ в село, то это значит, что село продолжает жить, и туда начинают возвращаться люди. Бюджет области, он очень такой небольшой, суровый. То есть по расходной части это 50 миллиардов рублей. Мы не богатый регион, но очень гордый. И вы знаете, даже тех средств, которые у нас, небольших средств, которые у нас есть, мы стараемся расходовать их очень рационально. За год удалось снизить долговую нагрузку региона. Мы готовимся все-таки ко второй возможной фазе экономического кризиса. Тульская область тоже не стоит в стороне от тех экономических турбуленций, которые есть в мире. И нам удалось снизить, долг был 8 миллиардов 300 миллионов рублей. Сейчас он составляет на 1 сентября 5 миллиардов. То есть 3 миллиарда 300 мы смогли вернуть. Мы считаем, что 5 миллиардов это тот объем долга, который позволяет нам совершенно спокойно развиваться дальше. То есть это тот объем долга, который мы будем держать. И при этом у нас нет риска дефолта региона, что на сегодняшний день тоже становится весьма актуальным. Владимир Сергеевич, как раз хотел у вас спросить. Действительно, от вашего предшественника досталось тяжелое наследство, дыра 8 миллиардов. А где же вы берете деньги для того, чтобы эти 7 направлений да все еще и закрывать? Мы стараемся все процедуры, которые мы проводим, делать прозрачными и эффективными. Деньги тратить по нужде и стараемся находить оптимальное соотношение цены и качества. Вот по программе модернизации, те деньги, которые были выделены федеральным правительством нам, был изначальный план программы модернизации здравоохранения. Но мы смогли сэкономить деньги на замену всех машин скорой помощи и машин реанимобильной, которые есть в массовой области, а это больше 230 автомобилей. То есть это вопрос просто рационального подхода и правильного проведения аукционов и торгов. И так во всем. Вот если говорить о самых, может быть, принципиальных вещах, которые удалось сделать за этот год. Вот что это? Назовите. Самое главное это то, что начали меняться настроения туляков. Люди увидели, что область меняется, что власть открыта. Процедуры власти, которые приняты на сегодняшний день, они публичны. У нас у одного, наверное, из немногих регионов, где заседание правительства идет в прямом эфире, и вы можете его посмотреть по интернету. Поэтому все постановления и распоряжения принимаются только публично на заседание правительства. И люди просто видят, что те обещания, которые мы даем, мы стараемся их выполнять, и практически у нас процент выполнения обещаний больше 90%. Но если мы не можем что-то выполнить, или мы не уверены, мы таких обещаний не даем. Я слышал, вы очень серьезно занялись дорогами в Тульской области, считая, что это одно из приоритетных направлений. Когда дороги в Тульской области станут хорошими? Вообще удастся ли это сделать? Вы знаете, у нас режим антикризисного управления закончился. Сейчас идет режим ежедневной работы, пахоты, как я это называю. Поэтому размер дорожного фонда, который есть у Тульской области, около 4 миллиардов рублей, он небольшой. И он, конечно, не позволяет сразу привести в порядок все дороги. В целом нужно порядка 50 миллиардов для того, чтобы действительно всю дорожную сеть в Тульской области привести в порядок. Но здесь не только в деньгах проблема. Важно еще создать ту отрасль, которой, к сожалению, практически не осталось. И вот моя основная задача – создать отрасль, дорожную отрасль, которой будут работать жители Тульской области, которые смогут эти деньги тратить экономно и с высоким качеством. Те то государственное задание, которое на сегодняшний день есть у нашего бюджетного учреждения, которое занимается ремонтом дорог, будет выполнено на 100%. И качество выполняемых работ, я считаю, будет выполнено на удовлетворительно. К сожалению, те подряды, которые мы разыгрывали на аукционах и где пришли сторонние организации, там, к сожалению, картина хуже. Там, я думаю, что процент выполнения составит не больше 60%. Но о некачественной дороге мы не принимаем и не оплачиваем. Год назад вы говорили, что под свое имя, которое достаточно значимо в бизнес-среде, вы попытаетесь привлечь инвестиции, какие-то мощные проекты, которые могут дать импульс развитию всей области. Вот удалось ли что-либо реализовать из этих проектов? Кто пришел к вам с большими деньгами? Сейчас сложная экономическая обстановка в целом мире. Многие производства сокращаются, объемы продукции уменьшают. И, конечно, все немножко, знаете, что называется, с осторожностью смотрят. У нас те проекты, которые начали реализовываться в 2011 году, они будут реализовываться и в 2012, и в 2013. То есть те договоренности, которые у нас есть с инвесторами, они эти договоренности сохраняются. Один из примеров прихода крупного инвестора – это реализация моих договоренностей с Германом Грефом, президентом Сбербанка России. В прошлом году мы договорились о том, что центр обработки данных будет открыт в Туле, и на сегодняшний день мы его открыли. Это создано более 2,5 тысяч рабочих мест. Причем это достаточно квалифицированные рабочие места. Я бы назвал даже это такой научной фабрикой, где работают очень высококвалифицированные сотрудники. Но хочу подчеркнуть, что для руководителя региона очень важно, кроме, конечно, очень хорошо, когда у вас есть крупные компании, это жемчужины, что называется. Но кроме этого очень важно развитие малого и среднего бизнеса. И основная, на мой взгляд, работа руководителя региона в экономике – это создание условий для развития малого бизнеса. Поэтому основную свою деятельность мы, конечно, направляем на сегодняшний день на поддержку, на субсидирование и на раскрытие новых возможностей. А здесь, в первую очередь, кроме тех программ, которые у нас есть по поддержке, это, конечно, вопрос доверия власти. Когда предприниматель верит руководству области, когда он верит, что те обязательства, которые область артикулирует, что эти обязательства будут выполнены, то и совершенно по-другому люди с другим отношением инвестируют средства. Ну и потом я хочу сказать, что Тульская область – это же туристическая жемчужина вообще России. У нас расположена и Ясная поляна, и Дом музея Поленова, и Куликово поле. Ну и сама Тула – это великолепное место, которое, я считаю, каждый житель Российской Федерации должен посмотреть. И хочу напомнить, что Матрона Московская, она Тульская, Сибинская – она тоже уроженец Тульской области. Поэтому мы всех ждем, милости просим. А малый бизнес как раз у нас, мы стараемся его стимулировать в том, чтобы он вкладывался в развитие той инфраструктуры, которая позволяет приезжать к нам наших гостей. А со своей стороны наша основная задача – это, конечно, сделать дороги, чтобы люди чувствовали себя комфортно, когда приезжают к нам в гости. Ну и теперь самый, пожалуй, приятный для вас вопрос. По исследованиям, которые проводит ЦИОМ, это данные конца августа, у вас достаточно высокий рейтинг. То есть вот за этот год вы пришли малоизвестным человеком для туляков, а сейчас 77% жителей Тульской области не видят никого, кроме вас на месте губернатора. Все-таки расскажите, чем же вы все-таки взяли туляков? Это, наверное, совместный результат, а результат работы всего аппарата правительства у нас на сегодняшний день работает 1111 человек, и это коллективный результат. Конечно, несколько, скажем, понятно, что губернатор является первым лицом в области, и его деятельность в большей степени освещается. Поэтому у меня есть, конечно, какой-то, может быть, с точки зрения информационной освещенности, может быть, даже приоритет. Но хочу сказать, что когда я общаюсь с людьми, самое главное, то, что люди говорят, это люди благодарят за то, что они имеют возможность донести до власти свои мысли, свои тщания, свои проблемы. Хочу сказать, что туляки очень терпеливые люди, и они прекрасно понимают, что за тот небольшой период времени, который есть, всех проблем не решить, но видят тенденции. Тенденции, они положительные, и мы постараемся все эти обязательства, которые даем, все эти обязательства выполнять. Хочу сказать, что проект ремонта дорог на 2013 год у нас уже сформирован, в ближайшую неделю мы его опубликуем, и жители области будут знать, какие дороги, дворы будут ремонтироваться уже в 2013 году с четким наименованием подрядчиков, со змеевыми суммами. И я скажу так, уровень доверия туликов, он увеличивается. И вот даже количество обращений, которое выросло в адрес правительства, в адрес губернатора, по сравнению с 6 месяцев 2011 года к 6 месяцам 2012, более чем в два раза. А электронных обращений почти в 10 раз. Ну что ж, успехов вам, Владимир Сергеевич, в дальнейшем. Спасибо большое. И спасибо за это интервью, спасибо, что вы приехали к нам в эту студию.